Сегодня весь Красноярск скорбит вместе с матерями, женами и детьми погибших героев. Наша съемочная группа пообщалась с родственниками, чтобы узнать, какими они были при жизни. Подробности в репортаже Мария Зарукиной. Я все на работе. Господи, он там и жил в этой работе. В выходной туда. То, что жал Нерчик Анатолий Павлович или Толи, как называла его семья, был по-настоящему предан своей работе, подтверждают фотографии в альбоме. В день собственной свадьбы он сделал памятное фото. На фоне пожарного автомобиля, а рядом надпись, написанная заботливой супругой. Даже пожарные не смогли погасить огонь любви. Анатолий погиб два дня назад при исполнении. Он спасал людей в самом крупном пожаре Красноярска за последние годы. И вот немецка звонит, говорит, мам, там, по-моему, столик. Он с нашим беда. Я говорю, смысл, беда. Там, говорит, пожар их придавил. Я говорю, да нет, не может быть. И тут сосед мальчишка забегает. Тетя Таня, вы уже знаете, не можем звониться ни Толику, ни Леши, ни Косте. Никто трубку не берет. В МЧС Анатолий попал еще молодым. Неделю, как вернулся с армии, за 27 лет своей службы три раза побывал в Чечне. У Анатолия осталась жена, с которой они прожили 19 лет, сын, восьмиклассник и дочь, у которой в этом году школьный выпускной. Как отец. Для них он хороший. Сейчас не приехал болеть, конечно, свою себе привел. Ну, не переплакал, насколько пока в Чечне был. На работе он вообще всегда... Какой бы это что-то не было. Он первый лез, как говорится, в этот огонь. Все на первый, все. Если ему надо было больше, все. Отдыхал вперед. А если где-то только пожар, а у них же все это на этом, и он сразу садится на свою машину и каждый раз. Друг Анатолия, который очень часто рядом с ним на снимках, Алексей Пузырев. Это еще один погибший пожарный. По словам родственников, дружили они с детства и всегда ходили вместе. У Алексея также остались двое детей и супруга. По словам председателя дома, в котором проживал пожарный, мужчина всегда был вежливым и даже серьезным. На летнем пикнике с соседями около дома показал себя заботливым мужем и отцом. Это очень дружный чат. И когда что-то происходит нехорошее, у нас всегда отзываются. Вообще сейчас, когда узнали о трагедии, узнали, что это наш сосед, тоже начали предлагать помощь, всяческую материальную, эмоциональную поддержку. Меньше всего сейчас известно про самого молодого погибшего Максима Рябцева. На момент гибели ему исполнилось всего 27 лет. Некоторые говорят, что он проживал с девушкой, а соседка Максима, когда узнала, что тот самый молодой парень, что жил у нее за стенкой и хотел такую же собаку, как у нее и есть тот самый пожарный герой, не смогла сдержать эмоций. Что такое? Контактирован. Вот он за стенкой у нас жил. Вот этот? Кто-то я вчера видел, вышли две женщины и два полковника МЧС. Он собаку хотел у нас. Эти люди шли в огонь, чтобы спасать жизни. Что пошло не так, еще предстоит разобраться. Сейчас общественная организация ветеранов, пожарных и спасательных начала сбор средств в помощь родственникам погибших. Мария Зарукина, Илья Синькевич, 7 канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова